Я ему типа начала предъявлять, что ты, наверное, замутил роман с этой официанткой. И я такая ему говорю, ну типа это мой парень, я ему совет даю, да? Как мне понравилось это видео? Да внешнее, старое видео. Мне очень нравится видео Марианы, вот старое. Всем привет, мои хорошие! С вами Айки Эмири, и сегодня у нас опять Мукбанг. Сегодня у нас пицца, и здесь столичный салат, по-моему, он называется. Вот так вот он выглядит, его у меня не было. Хотела просто снять салат, а потом подумала, что это будет как-то не очень интересно. Думаю взять пиццу и еще салатик. Так будет самое то. И еще у меня здесь кола. Специально вот такая вот маленькая, я вам говорила, она стоит всего 40 копеек. Пицца у меня с курицей. Она небольшая, я взяла среднюю, но средняя настолько маленькая. Вот сейчас все мне будут писать, как ты это все съел. На самом деле очень-очень маленькая пицца. То есть вот, посмотрите, один кусочек вот всего-то ничего. И начинаем эти наши с вами посиделки. Раньше не настолько любила колу, но сейчас. Я ее просто обожаю, мне кажется, это как наркомания. Сегодня я себе устроила выходной. Приехала моя подруга Шелли из Грузии. Наконец-то, ее не было 3 месяца. Как можно 3 месяца отдыхать в Грузии. Очень сильно по ней соскучила. Сегодня наконец-то увидимся. Пойдем на всякие процедуры там девчачьи. Только что мне надо прикупить себе одежду зимнюю. Я не знаю, как у вас. У меня всегда так вещи с прошлого сезона мне никогда не нравятся. Мне хочется каждый сезон покупать себе что-то новое. И даже пусть это будут какие-то, ну, недорогие вещи. Но каждый год хочется что-то новое. Здесь у меня чеснокеный соус. Вам, наверное, не видно. Давайте вот так. Пицца очень вкусная. Она с грибочками. Тут еще курица. Сыр. В общем, в этом сезоне мне нужно будет столько всего купить. У меня нету даже сапожек. У меня нету. Хотя в израбачении можно обойтись и без сапожек. Сегодня я на работу не иду. Просто потому, что я сделала свою работу на прошлой неделе. Даже в воскресенье я была на работе, потому что у меня в компьютере были некоторые проблемы. Мне пришлось ехать к нашему программисту. Очень длинная история. И даже в воскресенье мы работали. Пробуем салатик. Только бы он был без лука. Только бы без лука. Вкусно. Ну, почему-то я здесь не чувствую прям грудку. Он же с грудкой. Ну, не вау салат. Пицца лучше. Вот как думаете снять видео о том, что я накуплю? По-любому я куплю много чего к зиме. Там и сумочку хочу новую прикупить, и куртку. Как раньше снимала. Мне иногда хочется просто целый день валяться и ничего не делать. Но я себе не могу это позволить, но надо. Нужно нагружать другие дни, но в один день устроить себе такой, знаете, релакс. Ничего не делать. Не снимать, не монтировать. Сейчас у меня, кстати, видео загружается. Давненько я уже не отвечала на ваши вопросы в инстаграме. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка будет в инфоксе. И вот буквально секунду назад я выложила историю. Спросите меня о чем-нибудь. Это уже 4 вопроса. Итак, первый вопрос. Сними видео про свое утро. Это видео обязательно просто будет, потому что это моя любимая рубрика у всех блогеров. Просто я хочу вас несколько профессионально. Можем даже если это сделать вот эта же команда, которая снимала видео для инстаграма. Но видео мое утро обязательно будет, хотя это не формат. Я знаю, что это видео не наберет просмотров. Просто это такое, знаете, самовыражение. И еще видео 15 фактов обо мне. Не знаю, 15-20. Я хожу, у людей спрашиваю. Расскажи пару фактов обо мне. Такое видео тоже обязательно будет. Я смотрела видео Марианны Ромой у утра. Как мне понравилось это видео. Да внешнее, старое видео. Мне очень нравится видео Марианны, вот старое. Там такая позитивная, такая милая. Сейчас как будто какая-то другая стала. Сейчас уже не смотрю. Сейчас просто, слава богу, такой огромный выбор блогеров. Кого можно смотреть. Поэтому, наверное, многие люди уже не смотрят телевизор. Потому что есть блогер на любой вкус. Кто-то любит меня, смотрит меня, например. А кого-то я просто раздражаю. Это нормально. Я не обижаюсь на таких людей. Я не понимаю людей, которые пишут мне, ты меня раздражаешь, ты меня бесишь. Но при этом все мои видео смотрят. Пишут какие-то комментарии прям из конца моего видео. И до меня не доходит. Если я раздражаю человека, если я не нравлюсь ему, зачем он смотрит мои видео до конца. Можно просто отписаться и все. Я сама тоже такой человек. Я не могу сказать, что все прям мне нравятся. Бывают такие блогеры, которые меня раздражают. И такие есть. Есть фудблогеры, которые, знаете, 3000-4000 подписчиков. И мне нравятся их видео. Я смотрю. Вот. А иногда бывает смотришь, прям вот противно. Я люблю как-то эстетически, чтобы красиво было хотя бы. Вообще, что я начала делать? Я начала удалять комментарии людей, которые пишут какие-то гадости. Например, пишут, ты тварь. Вот зачем мне оставлять этот комментарий? Это читает моя мама, мой папа. Им же неприятно, что меня кто-то оскорбляет. Если я вижу, что человек повторно пишет какую-то гадость, я просто беру и блокирую этого человека, чтобы он не мог смотреть мои видео. Если я его раздражаю, зачем смотреть? Вот зачем до меня не доходит просто? Я понимаю, что я несовершенно. Вкусы разные и так далее. Но под каждым видео писать какие-то гадости зачем? Следующий вопрос. Расскажи сны. Ой. Сны – это вообще целая история. Мне каждый день снится что-то вот необычное, что-то очень-очень странное. Вот. Я недавно познакомилась с одним парнем на дне рождения. Мы с ним вообще даже не общаемся, но почему-то он мне снится. Прикольно, да? Я тоже хотела ему написать, что у меня есть в инстаграме. Я хотела написать, что, знаешь, я тебя видела во сне. А потом, я подумала, это будет звучать как какой-то подкат. Ну, типа, давай общаться. Вот. Буквально два дня назад я была на дне рождения у своего одноклассника. Вот. Он учится за границей, и на его дне рождения были и парни, и девушки. Короче, огромная просто компания людей, которые никто никого не знает. Вот несколько последних дней я постоянно на дне рождения. Ну, в общем, когда закончилось мероприятие, мы решили вызвать такси, но парни, которые были на этом мероприятии, нам не позволили это сделать. Вот, и они сказали, мы, мужчины, тут, и вы будете вызывать такси, да не, да не, да не. Ну, в какую сторону мы вас отвезем? Мы сначала, нет, нет, мы сами, не надо нас отвозить и так далее. Потом они нас уговорили. И один из этих парней, вот как раз-таки тот, который меня отвез домой, сегодня я его видела во сне. И такой тупой сон. Типа мы с ним парень и девушка. И он, типа, открыл какое-то кафе на берегу моря. Слушайте сон. Такой бред. Я такая ему говорю, ну, типа, это мой парень, я ему совет даю, да? Я говорю, ну, идея кафе на берегу моря клевая, говорю, но лето-то заканчивается. И говорю, кто будет в такой ветер в паку сидеть на берегу моря в незакрытом помещении? Он мне такой говорит, да нет, ты ничего не понимаешь, бизнес и так далее, короче. Я ему, типа, начала предъявлять, что ты, наверное, замутил роман с этой официанткой. Пригодите. Что за бреда? Я, короче, типа, с ним поругалась. Я говорю, короче, делай, что хочешь. Я говорю, я тебя не поддерживаю, потому что дурацкая идея. Я говорю, что ты там мутишь, мне что-то не говоришь. Потом. Там, значит, такой забор. Я, типа, через этот забор перепрыгиваю. И такая, типа, досвидули. Досвидули. Почему перепрыгиваю? У меня что там, входа нету, что ли? Ну, в общем, перепрыгиваю. Потом он делает, что он делает? Он берет, что-то закапывает и говорит, это бомба. Если ты сейчас уйдешь, это все взорвется. Наверное, это влияние каких-то турецких сериалов. Я вижу такой бред. И в последнее время я постоянно вижу какой-то бред, какие-то страшные сны. Мне как-то иногда даже страшно. Мне кажется, что у меня проблемы, может, с психикой. Я такая начинаю его уговаривать, что нет, не делай такие вещи, зачем ты взрываешь пляж? Я говорю, я никуда не уйду, только успокойся, не взрывай. И потом он на что-то нажимает, песок взрывается. Короче, и мы, типа, умираем или что-то, я просыпаюсь от страха. И этот сон, я помню, так отчетливо. Так отчетливо вообще. Короче. Не задавайте мне такие вопросы. Про сон задала вопрос. Самира Фатишка задала мне этот вопрос. Самира, не задавай мне такие вопросы. А то я сейчас буду все видео вам рассказывать. Вчерашний сон. Позвучим вчерашние соны. И вечно какой-то бред. Вот так вот. Следующий вопрос. Твоё любимое блюдо? Очень люблю пиццу. Особенно вот такое вот вкусное. Она нереально вкусная. Я всегда беру салями. Здесь он называется сучуку. Но сегодня я решила сделать какое-то, знаете, разнообразие. И взять с курицы. И грибами. Мне очень понравилось. Недавно я ела пиццу в Пактат. Кто знает это заведение. Я даже в историю в своем инстаграме выложила эту пиццу. Она была прям тоненькой. И на ней почти ничего не было. Это просто... Просто тесто было. И тут, там, два-три колбаски, нарезанные буквально как бумага, настолько тонко. И эта пицца шла средняя. Кстати, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, если вы тоже любите покушать. Потому что там я выставляю все, что я ем, вне, например, канала. Так вот. Пицца выглядела просто ужасно. Когда я ее увидела, я подумала, что это за пицца. Это пицца. А где начинка? Просто хотелось задать вопрос официанту. А где у пиццы начинка? Я очень извиняюсь. Лаваш я вижу. То есть, тесто было в виде лаваша. А начинки вообще не было. Я сразу вспомнила это. Счастливо вместе, кто смотрел. Там один раз Гена Букин принес пиццу. И все такие, ура, ура, пицца. Он так открывает, и там просто тесто. Это самая дешевая пицца, которая есть. Ну, в общем. На мое удивление, эта пицца мне очень понравилась. Там был какой-то соус. Это тесто настолько пропитало этот соус. Он был такой жирный, такой вкусный. То есть, первое впечатление обманчивое. Нужно попробовать. Интересный вопрос. Не думала учиться за границей? Вот реально, в последнее время я очень жалею о том, что я училась в Баку. Почему? Вот почему, Айка? Потому что я всегда думала, что обучение за границей это очень-очень дорого. Если учитывать проживание, питание и так далее. Да, реально, это тоже расходы. Но чисто обучение получается даже дешевле, чем я училась. Я училась в частном ВУДе. И он был очень дорогой. Если взять эту же сумму, можно было учиться за границей. Во-первых, я бы увидела мир. Мир. Выучила бы в совершенстве английский, потому что училась бы на английском. В последнее время я очень много общаюсь с людьми, которые как раз-таки получили образование или сейчас получают за границей. Я понимаю, что когда все приплюсовываешь, ну, чуть-чуть дороже. Я все равно училась на платной основе. Какая разница мне? То есть, если бы здесь я поступила на бюджет, я бы еще подумала, да, можно здесь учиться. Зачем отдавать такие огромные суммы за образование? А иногда, думаю, может в магистратуру поступить где-то в Европе. Ну, как же потом моя работа? Я же работаю. Блогинг это так, что без разницы, где жить. Я могу сидеть где-то в Европе и снимать для вас видео. Могу и дома снимать. Единственное, что может измениться, это задний план. То есть, там будет съемная какая-нибудь квартира. Вот. Эта же девочка задает следующий интересный вопрос. Суши или шаурма? Это самый сложный вопрос в моей жизни. Я люблю и суши, люблю и шаурму. Очень люблю шаурму. Ну, очень прям. Надо как-нибудь следующее видео снять для вас шаурму. Абдулла задает мне вопрос. Мой, кстати, знакомый. Как же аппетитно. А кто-то на работе голодный сидит. Смотри, как вкусно. Завидуешь мне? Признавайся, Абдулла. Ты мне завидуешь? Привет, Айка. Снимай побольше АСМР. Проблема в том, что кому-то АСМР нравится, а кому-то нет. Кому-то раздражает. Дело в том, что я начала канал. И канал этот был чисто мукбанков. Правильно? Люди подписались из-за мукбанков. Если людям бы нравилось АСМР, они бы подписались на другой канал. И подписались они из-за этого. Все, ничего не осталось. Я все с Милан. Я уже одета. Я буду выходить из дома, и мы встретимся с Шелли. Как вы думаете, куда мы пойдем? Правильно, мы пойдем покушать. На этом все. Я вас всех очень-очень сильно люблю. Я вас всех обнимаю. Давайте обнимемся. Давайте. Идите сюда. Давайте еще поцелуемся. Обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм. Также обязательно подписывайтесь на мой Ютуб канал. На этом все. Я вас всех очень сильно люблю. Целую. Пока.